Всем здравствуйте! Меня зовут Антон Соркин. Наступил вечер вторника на телеканале Афонтово. Пришло время для большой спортивной программы. Начнем. На прошлой неделе произошел поистине исторический момент. Красноярск посетил неоднократный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший. Спортивной звезды такой величины в нашем городе еще не было. Визит легендарного боксера был скоротечным, но незабываемым. В рамках своего проекта «Путь к абсолютной победе» он отобрал первых боксеров, с которыми продолжат работу в дальнейшем. Рой Джонс появился на публике как настоящая звезда мирового класса, в окружении своей команды и нескольких телохранителей. Зал встретил легенду бокса громкими аплодисментами. Впереди у него непростая задача – из ста претендентов отобрать 10 боксеров. Я чувствую себя отлично. Очень волнительно, что столько деток здесь собралось. Но я все понимаю, и мне это нравится. Моя главная задача – дать детям навыки, чтобы они смогли стать лучшими не только в ринге, но и за его пределами. Сейчас я буду обращать внимание уже на имеющиеся навыки. Хочу пожелать всем быть умными, потому что для меня самая важная не физическая сила, а умственные навыки. Перед началом занятий было видно волнение у ребят. Многие сюда приехали из других городов. Так что для некоторых это отличный шанс проявить себя. Когда видишь такого человека с такими достижениями, аж дрожь по телу пускает. Как думаешь, когда ты выйдешь сам на ринг? Я думаю, в этот момент, когда я выйду на ринге, сначала первые пару секунд будет волнение, конечно. А потом голова отключится и будешь показывать, что ты способен. Визит Роя Джонса стал огромным событием для Красноярска. В Доме спорта имени Дворкина собралось, возможно, все бойцовское сообщество города. Степан Диюн рос, смотря на бои Роя Джонса. Теперь он сам является профессиональным боксером. А в Красноярске таких людей, к сожалению, можно пересчитать по пальцам одной руки. Хорошее событие в том плане, что есть шанс для маленького поколения, для молодого, точнее, отобраться в команду Роя Джонса и так далее. Был бы у меня такой шанс, я бы тоже пришел бы боксировать. Отбор начался с разминки. Рой Джонс, присев напротив и вместе с помощниками, начали просмотр. Боксеры продемонстрировали свою координацию, работу со скакалкой, а также технику, отработав бой с тенью. В этот момент волнение присутствовало скорее у наставников юных спортсменов, наблюдавших за процессом со стороны. Были какие-то у нас моменты, что мы не сможем выехать там. И все были в шоке, как не поехать, что такое мероприятие. И вот привезли разными методами, кто на машинах, кто на автобусах. Опустили. В общем, всем шары по вас сбросились и повезли детей. Да, 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 так скажем. После разминки ребята вышли на ринг. Рой Джонс сам разделил боксеров на пары. Здесь уже парни и девушки выкладывались по максимуму. Как думаешь, Рой Джонс обратит на тебя внимание? Думаю, да. Думаю, одобрит то, что я сделал. По максимуму выложился или все-таки берег силы? Я берег силы для конца, чтобы в конце сразу добивать его. Ну, а показался во всей красе, как считаете? Ну, я думаю, да, победил. Возраст участников варьировался от 10 до 17 лет. В ринге каждому была предоставлена минута боя. Но некоторым в спорных моментах давался шанс дважды выйти на ринг. Но это были единицы. Смотря по предыдущим боям, два боя давали тем, кого еще хотят посмотреть. Поэтому я был рад. Когда ты вышел на ринг, что ты хотел сделать соперникам? Любить его, разорвать. Главное – победа. Это не просто какие-то соревнования, это проход. Отбор шел в течение пяти часов. Все это время Рой Джонс стоял рядом с рингом и отсматривал каждого бойца. Как бонус, все удостоились аплодисментов от звездного наставника. А после многочасового марафона Рой Джонс со своей командой были готовы подвести итоги финала проекта. Спасибо всем. Я сегодня провел прекрасный день. У каждого бывают взлеты и падения. Но я за каждого рад, что вы так усердно занимаетесь спортом. Наша команда готова оказать вам всевозможную поддержку. Мы постараемся приезжать сюда каждый год для того, чтобы смотреть на ваш прогресс, а также на новых ребят. Так что, если сегодня вам не повезло, не расстраивайтесь. В следующем году у вас будет еще один шанс. В итоге в десятку лучших вошли девять парней и одна девочка из Красноярска, Норильска, Шарыпова, а также Балахтинского и Емельяновского районов. То, что ребята были рады, мало сказано. Скорее присутствовала обескураженность. Именно так выглядит лицо молодого спортсмена, когда его выделил сам Рой Джонс-младший. Помимо сувенирной продукции, отличившиеся получили путевки на сборы с легендарным боксером, которые пройдут в следующем году в Москве. У меня даже слов нет. Но я не ожидала этого, и я очень рада. Приходил за победой, выиграл, отобрался на сбор в команду Рой Джонсу. Ожидаем, но все равно нам эмоции переполняют. Сильно, не знаю даже, что говорить сейчас. Не верится. У вас отличная молодежь. Если честно, я нисколько не удивлен. В России очень серьезная школа бокса, и российские боксеры даже в юном возрасте показывают прекрасную технику. Мы в США это прекрасно знаем. После Красноярска Рой Джонс-младший посетит еще несколько российских городов. И везде он будет отбирать по 10 юных боксеров. Кстати, точно такой же отбор, как Красноярский, он сейчас проводит в Иркутске. Ну а мы продолжаем. Дальше на очереди необычный и на первый взгляд, можно сказать, непонятный вид спорта. Кенда. Но если проще сказать, то это японское фехтование. Но как и любая восточная боевая дисциплина, здесь все строится на культуре, традициях и обычаях. Кенда что-то невероятное. Японская культура завораживает. Воинский рык, выверенные движения, в качестве оружия бамбуковый меч. Но что приводит в полный восторг обычного обывателя, это амуниция. Настоящий шик. Никаких перекрещиваний, никаких складок. Детали очень важны. На диване хакамы, то есть низа и кайкоги, верха – настоящее искусство. Но это лишь часть амуниции. Не забываем про защитную экипировку, которая будет смягчать удары синая, бамбукового меча. Но доспехи крепятся не в раздевалке. А в самом зале и в сидячем положении. Со стороны выглядит диковато, но тренировка в шлеме всегда начинается. С кирикаэси – отработки ударов. Это либо поражение головы или укол в горло. Смысл довольно прост. Один наносит правильные удары, другой учится их правильно принимать. Для того, чтобы кэндоист понял, как добиться победы, он должен сначала понять удар со стороны атакующего и принимающего. Можно кэндо заниматься как видом спорта. В Российской Федерации непосредственно некоторые кэндоисты занимаются кэндо как будо. Это образ жизни. Я считаю, что где присутствует понятие пути – каратэдо, кэндо, айкидо – там человек что-то для себя находит. Вячеслав Бык является родоначальником кэндо в регионе. Помимо краевого центра, дисциплина довольно хорошо развита в Железногорске и, как ни странно, на севере края. Норильске, Дудинке и Талнахе. Так, натягиваем посильнее? Нет. Ее нужно завести вот сюда за затылок. Так, в натянутом виде, да, прямо держать натянутый. Теперь вот этот край заводим сюда. Этот край. Сюда этот держим. Вот эту часть. Эту руку убираем. И вот эту верхнюю часть. Теперь расправляем. Теперь сенай, хомбуковый меч. Нет, 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 под цубу. Под гардом. Сюда берем. А, вот сюда, да? Да, все. И встаем. Теперь мы готовы. Для достижения победы в кенда, как и в любой дисциплине, есть определенные правила. Первое, это правильная часть сеная, которым вы бьете. Вот это вот, режущая кромка. Вот она, как раз обозначена вот здесь. Ей вы разрубаете. Все, что остальное вы делаете, считается неэффективным. Окей. А второй момент, это правильная часть тела, куда вы бьете. Теперь, да? Получается, я покажу. Получается, да. Есть удар «мен». Это когда вы бьете, разрубаете голову. А могли бы ударить, чтобы понять, что меня ждет? Давайте. Ага. Хорошо. Вы делаете крик. Встаете и бьете. Есть еще удар, разрубание, отрубание кисти. Плюс разрубание живота. И самый такой эффективный, очень сложный удар на основе – это удар в шею. Это единственный укол, который есть в кэнто. Все удары в кэнто, они выполняются в кэккинтайнуити. Это дух тела меч. На самом деле, со стороны смотрится вроде как мы бьем со всей силы и кричим. А на самом деле, мы контролируем удар. Третий принцип – это правильное положение. Когда вы стыдите, это как камая. Получается, нижняя рука, она всегда снизу держит вот здесь. Как вы правильно стыдите – это осанка, это положение головы, это положение ног. Вот если вы правильно стыдите, не сгормлены, не сидите, не как-то вот так. Это третье положение, это третий принцип, который позволяет сделать эффективным. Бой по правилам, объявленным на высокой скорости. Если, может быть, удары ногами и еще какие-то моменты, вы просто не успеете что-либо сделать. Потому что все происходит довольно ментально и быстро. Четвертый принцип – это как раз, как вы говорили, кияй, дзаншин. Выброс вот этой энергии. Когда вы поражаете противника, вот этим энергия, показываете, что ваш удар один-единственный и насмерть. А можно потренироваться, покричать? Я пока что могу это сделать только. Можно, конечно. Как лучше это делать? Ну, здесь, вот вы должны представить, что перед вами стоит противник не с бамбуковым мячом, а с настоящим. Что бы вы в этот период, как бы его, не знаю, заставили передумать, наступать на вас, или сделать какие-то действия, которые его бы позволили изменить отношения к поединке. В общем, как звери рычать друг на друга. Да. Последний, пятый пункт – это называется «Боевой дух». Это как вы выходите, какой взгляд, какое положение, давление. Уверенность. Уверенность, да. Все, вот. Уверенно выгляжу, нет? Уверенно. Уверенно? В такой форме все уверенно выглядят. Ну, это точно эффектно. Вот после этих наставлений вы, в принципе, уже можете присоединиться к сборной. Пожелайте мне удачи. Пожелайте удачи. Желаю удачи. Все правила соблюдены. Инструктаж получен. Впереди меня ждет бой с намного более опытным соперником. О шансах даже думать неохота. Главное – уйти с тренировки на своих двоих. Но меня заверили. Чем мастеровите оппонент, тем меньше шансов получить травму. Хоть здесь повезло. Мне будет противостоять Кирилл Менченков, член сборной России. Успокаивает еще и то, что, как ни странно, кенда считается одной из самых безопасных боевых дисциплин. Речь стоит не убить человека или покалечить, а речь стоит сохранить ему жизнь. Это одна из основ кенда. Если вы вдруг нокаут пошлете человека, вас накажут или человек виноват, что он не защитился? Подобные вещи, они очень редко появляются. Но, как правило, наказывают того человека, кто это сделал. Все кенда начинается с понятия реги, самоуважения. И уважения к противнику. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Сейчас сразу глоток свежего воздуха пойдет. Снимаем. Если хотим вытереться, то не показывая противнику, вот так, держим шлем, снимаем платок, протираем, положим платок вовнутрь, чтобы противник не видел наш все. И теперь уже с лицом достойным смотрим в камеру. А, вон, 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 вон. Вон, 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 вон. Вон, 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 вон. Вон, 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 вон. Вон, 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 вон. Ну, все пять, как бы. Везде. Везде прочее. Пока это стимул для того, чтобы начать заниматься кендером. Сколько мне надо проходиться в зал, чтобы стоять и видеть на себя кричащего мужика с бамбуковым мечом и понимать, я неужели. Ну, первые полгода, кто к нам приходит, как раз происходит становление, правильный шаг. Здесь самое главное – терпение, желание и самоотдача, да? Да. Вот если все эти три пункта будут, то процесс тренировки станет интересным. Сказать, что это придет через полгода и через пять лет нельзя, потому что у каждого по-разному. У каждого разное. Вам, Александр, спасибо. Вам спасибо. Очень приятно, что подготовили меня к чему-то хотя бы. Ну, и дали объективную оценку. Это было слабо, но я попробовал. Ну, а на этом, друзья, наше время в эфире и, к сожалению, подошло. До конца. Не скучайте. Увидимся ровно через неделю. Любите спорт. Пока. Вам спасибо за урок. У меня главный вопрос. Спасибо вам. На что был похож мой крик? На крик отчаяния или все-таки это был крик самца, который еще победит? Всегда есть надежда. Всегда нужно в это верить. Даже если чувствуешь, что ты в этом вообще как бы не преуспеешь или вообще никогда не преуспеешь, нельзя терять надежду. В общем, крик надежды был у меня. Да. Да. Есть у себя. Все. Спасибо большое. Все получится. Тем бы вы ни занимались. Хорошо. Все. 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 Все.